О мучительных курсах химиотерапии Ханмету помогает забыть футбол. В онкоцентре имени Блохина мальчик увлеченно рассказывает соседям по палате, докторам, о том, как еще недавно выходил на поле, как закладывал мячи в девятку. Пять лет Ханмет был нападающим в сельской команде. Болеешь за кого? За две команды. Один за ЦСКА и Барселон. Сейчас трудно говорить. Накануне был очередной курс химиотерапии, но голос скоро вернется. Недавно игроки ЦСКА сотворили чудо, обыграв Реал. Ханмет пересматривает голы этого матча снова и снова. Феерическая игра армейцев. Взрывные эмоции дают мальчику силы, чтобы одержать главную победу в собственной жизни, над раком. Семь курсов химии позади. Болезнь уже загнана в угол. Осталось провести еще несколько удачных атак. И все. Победа, за которую Ханмет и врачи изо дня в день сражаются уже полгода. Нам удалось достигнуть очень хорошего выраженного клинического эффекта в виде сокращения опухоли более чем на 90%. Это очень хороший результат. Ханмет лечится у нас по протоколу. И если мы этот протокол выполним в полном объеме, у Ханмета большие шансы на полное выздоровление. Болезнь развивалась стремительно. На правом глазу появился как будто ячмень. Новообразование оказалось рабдамиосаркомой правой орбиты. Семья Ханмета медлить не стала. Родители повезли сына в Москву. Терапию начали вовремя. Прогноз хороший. И возможно получится обойтись без операции. Но опухоль нужно продолжать облучать. Еще несколько курсов, которые стоят около полутора миллионов рублей. Чтобы оплачивать лечение, родители уже продали дом и участок. Мама Ханмет и учитель начальных классов. Отец сейчас берется за любую работу. В Москве мальчик вместе с бабушкой. Я считаю, что помощь, которую оказываем мы больным людям, инвалидам, это бумеранг. Оно возвращается. Добро всегда возвращается. Вот теперь в этом нуждаюсь я. Мой внук. На родине, в Азербайджане, в оздоровлениях Ханмета ждут младшие сестра и брат. Интернет в Лиджет, родном селе мальчика, есть не везде. Самый мобильный там дядя. Он и рассказывает последние новости о здоровье племянника, друзьям и односельчанам. Ханмета только кончили химию проводить. Со вчерашнего дня он уже освободился от систем. Уже начинает кушать. Да. Это хорошо. В онкоцентре Ханмет продолжает учиться. Налегает на биологию и географию. Хочет стать геологом. И даже здесь, в палате, глядя в окно, что видит Ханмет? Нет, вовсе не серые окна соседнего корпуса. Он видит горы, реки, нетронутую природу, которая восхищает юношу так же сильно, как красивый футбол. Алексей Прокин, телекомпания НТВ.